Девушки отдыхают Я пока еще учусь, но ошибок не боюсь, трудно лишь первый раз Погляди, увидишь сам, как творятся чудеса на волшебной кухне у нас Соня, лови! Мама, я! Осторожно! Да, Сонечка Пожалуй, тебе еще рано играть в бадминтон Еще хочу Мам! Мам, подожди! Может, ты со мной поиграешь? Обязательно, Маюш, как только закончу А так хочется поиграть прямо сейчас Интересно, а на волшебной кухне умеет играть в бадминтон? Здравствуй, хозяин волшебной кухни! Здравствуй, моя нямняшка! Скажи, а ты умеешь играть в бадминтон? Если честно, я никогда не пробовал Но почему бы и нет? Ну-ка Все-таки бадминтон не для меня Давайте я попробую Эй! Хе-хе-хе-хе-хе-хе Логи! Ну-ка Еще И оп Хе-хе-хе-хе О, а я и не знала, что я так могу Ну просто, как в старые добрые времена в бадминтон-хаусе Ты это о чем, хозяин волшебной кухни? Бадминтон – это традиционная английская игра, которая была придумана в старинном поместье «Бадминтон-хаус» Ой! Хе-хе-хе Как здорово! А как игроки утоляли голод после игры в старом добром бадминтон-хаусе? Полагаю, они любили отведать традиционное английское блюдо – пудинг Давайте тоже приготовим пудинг Я так проголодалась! Бумфинг! Май, смажь, пожалуйста, формочку маслом и насыпь в нее хлебные крошки Отлично! А пока приготовим крем Смешаем молоко с сахаром, ванилью, сливочным маслом и немного подогреем Еще нам понадобятся взбитые яичные белки Миксер, дружок, поможешь? Крем готов! Добав, добавим его к хлебным крошкам и поставим в духовку Ого! Как необычно! Да, это называется водяная баня На ней наш пудинг не подгорит Английский пудинг был сытным мясным блюдом До тех пор, пока один повар не добавил в него сахар Тогда пудинг и стал популярным десертом По традициям пудинг готовят всей семьей Вымешивая в строгом направлении с востока на запад Остался последний штрих Ммм, как аппетитно! Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни! До свидания! До свидания, Майя и Нямняшка! Ждем вас в гости снова! Майюш, а я уже заждалась Давай скорее играть Эх, как в старом добром бадминтон-хаусе Майюшка, я же говорила, что готовить можно только под присмотром взрывчикации! Мамочка, ну ты же смотришь! Всему свое время! Ты всегда так говоришь! Но почему-то это время никогда не наступает! Вот так, Сонечка! Все взрослые такие! Им лишь бы запрещать! Без мамы не готовь! К плече не подходи! Ножик не бери! Чайник не включай! Ой, Соня, куда же ты? Это опасно! Сонечка, не обижайся! Я же о тебе заботюсь! Ой, так и мама обо мне заботится! А я ее обидела! Что же теперь делать? Ух ты! О, вот это да! Ой! Добро пожаловать на волшебную кухню! Я хозяин кухни! Здравствуйте! Я Майя! А это моя нюняшка! О, какая прелесть! Что привело тебя сюда? Я обидела свою маму! Не знаю, как теперь все исправить! О, не переживай, Майя! Давай сделай маме приятный сюрприз! Формочка, нам нужна твоя помощь! Сейчас мы испечем с тобой английский кекс! Маме он обязательно понравится! Ура! Когда мама видит это сердечко, она точно узнает, как сильно я ее люблю! Приготовить английский кекс не так сложно! Для начала нужно как следует размешать сливочное масло и... Хо-хо-хо! Сахар! Ой, не выходит! О, не волнуйся! У нас все обязательно получится! Тем более, что у нас есть замечательные помощники! О-хо-хо! Не бойся, Я Мняшка! Это миксер! Он поможет нам быстро смешать наши ингредиенты! А теперь добавим сюда немного яиц! Что такое миксер? Не ленись! Пророкай взбивать! Следующий шаг! Добавить в тесто муку, крахмал и пакетик... О-хо-хо! Разрыхлителя! Сито! Сюда! А зачем нужно сито? О-хо-хо! Чтобы мука как следует надышалась! Тогда кекс получится пышным и воздушным! Хе-хе-хе! Ну все, готово? Пока нет! Еще нам нужны цукаты! А где же нам их взять? Не волнуйся, у меня есть цукаты! Хе-хе-хе! Не увлекайся! Нам нужен только один стакан! Хе-хе-хе! 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 Это для мамы! Уверена, мама будет довольна! Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни! До свидания, Майя! Майя, ты здесь? Мамочка, а я тебе кекс испекла! Английский! Ой, какой красивый! Научишь меня такой готовить, моя взрослая Майюшка-хозяюшка? Конечно! В этом нет ничего сложного! У тебя обязательно получится! Здравствуйте, мои дорогие! Привет! Привет! Лариш отличный город! Буду скучать по местным круассанам! А мы по тебе уже соскучились! Завтра увидимся, мои любимые! Пока! До завтра, папочка! До завтра! Пока! Ура, завтра папа приедет! А давайте сделаем папе вкусный сюрприз! Точно! Приготовим круассаны! Да! Может, как в Париже у нас не получится, но мы попробуем! Мамочка, все у нас получится! Надеюсь, хозяин кухни нам поможет! Победа! Здравствуй, хозяин волшебной кухни! Здравствуй, Майя и Нямняшка! Нямняшка, сыграем в шахматы! Хозяин кухни! Нам очень нужно приготовить к папиному приезду круассаны! Как в Париже! Хо-хо! А когда он возвращается? Завтра! Что ж, тогда мы сделаем звонок нашему другу, шеф-повару Антуану! Он давно живет в Париже и, несомненно, нам поможет! Здравствуй, Антуан! Как твои дела? Бонжур, мои друзья! У меня все прекрасно! Антуан, нам без себя не справиться! Нужно успеть к завтрашнему дню приготовить круассаны! Как делают это у вас в Париже? О-ла-ла! К завтрашнему дню? Да еще и как в Париже? Только для приготовления одного слоеного теста понадобится целый день! О-хо-хо! А у меня уже есть готовое тесто! Я его для булочек с корицей сделал! Это невозможно! Нет! Ну, пожалуйста, Антуан! Нам очень хочется сделать папе сюрприз! Только ради вас, мадемуазель! Приступим! Раскатаем наше слоеное тесто! Месье Нямняшка! Раскатывайте осторожно! Тесто должно быть одной толщины! Теперь убираем неровные края! И разрезаем тесто на треугольники! Мадемуазель Майя! Теперь аккуратно скручивайте из теста рогалики! Так! Так! Осторожно скручиваем и делаем полумесяц! А что, если мы в круассаны добавим начинку? С корицей точно будет неплохо! Что скажешь, Антуан? Классическому круассану начинка не нужна! А для детей можно приготовить и с начинкой! Ага! Нямняшка хочет сладкий круассан с клубничным вареньем! А я хочу с сыром! Ну что ж, выложим наши круассаны с начинкой на противень, смажем их смесью из яйца и молока и отправим в духовку! Да, и будем выпекать до появления красивой золотистой корочки! Круассаны появились в Австрии в 13 веке! Эти булочки в форме полумесяца выпекали из обычного теста! Во Франции о них узнали намного позже! Французские кондитеры решили изменить рецепт и впервые приготовили круассан из нежнейшего слоеного теста со сливочным маслом! Так появился французский круассан! Сегодня круассан стал символом Франции! Французы очень любят начинать утро с вкусного круассана и чашечки кофе! Ну, давайте пробовать! Ммм, как вкусно! Какие же мы молодцы! Не уверен, что получились такие же, как в Париже! Вот папа попробует и скажет, получились у нас круассаны или нет! Антуан, может, сыграем в шахматы? Уи! Я играю белыми фигурами! Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни! Мерси, Антуан! Нам пора! До свидания, Майя! Прямо как в парижской булочной! Ням-ням! Невероятно! Но как? Это наша Маюшка-хозяюшка приготовила! Она у нас настоящий шеф-повар! Так-так-так! Посмотрим, что у нас тут! Угу! Внимание-внимание! Корица-лакрица-унца-ца! Орегано-афрегано-бум! Ха-ха-ха! Еще хочу! Так, что еще можно сделать? А, вот! И ананас-бананас-бац! Хе-хе-хе! Гай! Хе-хе! Так... Этот слишком сложный... С этим я тоже не справлюсь... Ха-ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Соня, может тебе нужна ложечка поменьше? Да! Мама! Ням-няшка! Может, хозяин кухни мне поможет? Он знает толк о волшебстве! О, Майя! Ням-няшка! Привет! Здравствуй, хозяин волшебной кухни! Скажи, а ты умеешь показывать фокусы? Фокусы? Хе-хе! Разрази меня чеснок! Но я лучший в этом деле! Дорогие зрители! Вашему вниманию представляется фокус... Банан с... Секретом! И... Фенхель-куркума-марагуя! Ха-ха-ха! Вуаля! Ха-ха-ха-ха! Небольшая отсечка! Еще раз! Фенхель-куркума-марагуя! Хоп! Хе-хе! Это уберем! Еще раз! Фенхель-куркума-марагуя! Вуаля! Ой! Фенхель-куркума-марагуя! Уберем! 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 Фенхель-куркума! Еще! Еще! И снова! И... Ой, да что ж такое! О! Э-э-э! Слушай, я, кажется, перепутал заклинание! Сейчас исправимся! Кинза, петрушка, базилик! Хо-хо-хо! Фух! А я уж испугался, что растерял навыки! Хе-хе-хе! А меня научишь? Обязательно! Только что нам делать со всеми этими бананами? Точно! Мы приготовим банановый хлеб! Я не знала, что такое бывает! А как его готовить? Ну, сначала смешаем сливочное масло с сахаром! Миксер! Без тебя не обойтись! Теперь добавим яйца и перемешаем! А как же бананы? Бананы наш дорогой блендер превратит в пюре! Теперь соединим банановое пюре с нашей массой, а потом добавим в нее муку, разрыхлитель и ваниль! И не забудем про грецкие орехи! Тесто уже готово! Майя, поставь, пожалуйста, формочку в духовку, только будь осторожна, не обожгись! Духовка уже нагрелась! Банановый хлеб Банановый хлеб – традиционное блюдо американской кухни! Придумали этот рецепт бережливые хозяйки! Чтобы не выкидывать перезревшие бананы, они решили добавлять их в выпечку! С тех пор прошла уже сотня лет, а блюдо популярно по сей день! Американцы его настолько любят, что ежегодно отмечают национальный день бананового хлеба! Ммм, как вкусно! Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни! До свидания! Постой! Я же не рассказал самого главного! Я никогда не начинал! Спасибо! Реквизит! Удачи, Майя! У тебя получилось, Соня! Как здорово! Мы долго тренировались! Интересно, а сможешь ли ты повторить мой новый фокус, Сонечка? Кинза, Петрушка, Базилик! Хе-хе-хе! Еще хочу! Мама, зови папу! Устроим выступление! Сестры-иллюзионистки Майя и Соня покажут свои лучшие номера! Майя и Соня Майя и Соня Майя и Соня Я не Майя! Я страшное привидение! У-у-у-у-у! Почему никто не боится ужасного привидения? Может, мне напугать хозяина волшебной кухни? Капельку, понарошку. Хм-хм-хм. О-о-о. Хм-м. Так-так-так. Вот так. Хе-хе. Хо-хо-хо. У-у-у. Ай, ложечки-поварёжечки, спасите, помогите. Эй, Курят, стой! Да это же я, Майя. Вам нечего бояться. Хо, Майя напугала. А я-то думаю, откуда на волшебной кухне взяться привидением? Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Ой, караул привидение. А это загадочное привидение. Наш нямняшка. Фу, ну и напугали. Здравствуй, нямняшка. Здравствуй, Майя. Здравствуй, хозяин волшебной кухни. Майя, у меня есть идея. Что, если мы испечём маленьких привидений? Разве это возможно? Ха-ха, ещё бы. Мы приготовим маленькие кексы-капкейки и украсим их кремом так, что они станут похожи на симпатичных привидений. Ой, совсем не страшных. Здорово. Что нужно делать? Для начала смешаем сливочное масло с сахаром. Нямняшка, ты нам так всех обитателей волшебной кухни распугаешь. Хе-хе-хе. Так, теперь добавим яйца, молоко и муку. Знаю, теперь тесто надо перемешать. Именно. А потом разлить по формочкам и поставить в духовку выпекаться. Миксер, дружок, взбей, пожалуйста, сливки с сахаром. Украсим этим кремом наши кексы-капкейки, когда они будут готовы. Капкейки – это одно из популярнейших блюд американской кухни. Первым рецепт этого десерта был опубликован в кулинарной книге конца 18 века. Само название «капкейк» происходит от английских слов «кап», «чашка» и «кейк», «торт». Раньше эти маленькие пирожные пекли в небольших керамических кружках. Есть и другое название этой сладости – феерикейки. Тортики для феи. Во время праздничных обедов маленьким волшебницам оставляли угощение, чтобы они не наколдовали чего-нибудь плохого. Ой, какие милые привидения! И совсем не страшные! М-м-м, и такие вкусные! Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни! Мы домой! Угостим Соню этим отличным десертом! Пока, Майя! Пока, ням-няшка! Соня! Смотри, какое милое привидение! Попробуй! Пожалуй, угощаться привидениями намного приятнее, чем бояться их! Ой! Хе-хе-хе-хе! Древние письмена? Мамочка, ты не знаешь, что это за знаки? Нет, Майюша, никогда такие не видела. Папа, папа! А ты не знаешь, что это за символы? Прости, дочь, не знаю. Так. Майя! Может, хозяин волшебной кухни знает этот тайный язык? Здравствуй, хозяин волшебной кухни! А что это вы делаете? О, привет, Майя и ням-няшка! Познакомьтесь с нашими гостями из Японии! Ступкой Уссу и диреканным молоточком Кине! Они учили меня восточной технике медитации! Кони-хива! Рада познакомиться! Хозяин кухни, ты не знаешь, что это такое? Хм, похоже на иероглифы! Уссу, Кине, может, вы знаете? Это точно не японские иероглифы! Ну вот, никто не может мне помочь! Не расстраивайся, Майя! Уверен, ты обязательно раскроешь секрет этой загадочной надписи! А пока, может, приготовим что-нибудь вкусненькое? Давайте сделаем традиционные японские сладости, мотти! Майя и ням-няшка, вы когда-нибудь пробовали такие? Нет, я даже никогда про них не слышала! Мотти – это старинный японский десерт, сделанный из особого сорта риса мотти-гуме. Японцы очень любят мотти и едят их круглый год. Но на праздники готовят самые разнообразные виды этих сладостей. На Новый год это мотти с мандарином. В период цветения сакуры – это розовые мотти, завернутые в съедобные вишневые листочки. Ко дню детей – это белые мотти в дубовых и бамбуковых листьях. А к празднику девочек делают трехслойные мотти из цветов полыни, жасмина и водяных орехов. Раньше, по древней японской традиции, мотти изготавливали с помощью молотка кине и ступки усу. В настоящее время эта сладость стала такой популярной, что ее стали изготавливать на кондитерских фабриках, используя современное оборудование. Я уверена, что у вас получится вкуснее. Спасибо за доверие, Майя. Давайте возьмем рисовую муку, смешаем ее с сахарной пудрой, а затем добавим воды. И все как следует растолчем! Хэй-хо! 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 Как здорово! Хэй-хо! Теперь заварим тесто на водяной бане. Делать это нужно осторожно, ведь паром можно обжечься. А теперь раскатаем тесто. Только сначала присыпаем стол крахмалом. Ай-хэй-хо! Ай-хэй-хэй-хэй-хэй-хэй-хэй-вэй! Пришло время выкладывать начинку на кусочки теста и лепить шарики. Я сделаю Моти с манго. Ням-няшка! Моти с клубникой будет восхитительно! М-м-м! Так, Моти готовы. Теперь можно пробовать. Как вкусно. Спасибо. Жаль, что нам уже пора. Я ведь так и не расшифровала надпись. Мне нужно продолжать расследование. До свидания, Майя. Удачи в поисках разгадки. Пока, Нямняшка. Сайонара. Ага, так вот, кто оставляет эти загадочные иероглифы. Соня. Дело раскрыто. Вперед, вперед! Обходим повороты. Опасный маневр. Ай-яй-яй, авария! О, Нямняшка, ты тоже хочешь покататься? А давай устроим гонки на волшебной кухне. О, здравствуйте, Майя и Нямняшка. Здравствуй, хозяин волшебной кухни. А ты когда-нибудь участвовал в гонках? Ммм, никогда не поздно попробовать. Добро пожаловать на нашу гоночную трассу. Ну, кто кого, Нямняшка. Три, два, один. Поехали! Быстрее, быстрее! Давай, давай! Молодец, Нямняшка! Ура, Нямняшка! Ты победил! Молодец, Нямняшка! Ну, и машина у тебя, конечно. Высший класс. Итальянская. А что, там делают хорошие гоночные машины? Да, итальянские одни из лучших в мире. Здорово! А мне папа рассказывал, что в Италии делают вкуснейшие десерты. Может, приготовим что-нибудь для нашего победителя? А то он уже проголодался. Ммм, отличная идея! Давайте приготовим популярное итальянское лакомство тирамису. Приступим. Миксер, взбей, пожалуйста, яичные белки. А ты, Майя, смешай желтки с сахаром. Прекрасно! Теперь добавим к желткам творожный сыр маскарпоне и белки. Нет-нет, друзья, это печенье нам понадобится для тирамису. Ну, ладно, ладно. Одну штучку можно. А теперь окунем печенье в кофе и выложим в формочку. Промажем печенье кремом, сделаем еще один слой и посыплем какао. Все? Уже готово? Поддержим немного в холодильнике и можно есть. Тирамису – это традиционный итальянский десерт. Он способен поднять настроение любому. Да-да, ведь в переводе с итальянского тирамису означает «поднимающий настроение». По одной из версий, этот десерт появился в 17 веке в северной части Италии. Однажды в городок Сиена нанес визит богатый герцог. Местным поварам хотелось удивить герцога. Они подали ему на десерт необычное кушанье под названием суп герцога. Это блюдо так пришлось по вкусу вельможи, что он попросил рецепт и забрал его с собой. По другой версии, тирамису появился в итальянских домах, когда домохозяйки придумали макать зачерствевшее печенье в кофе. А уж потом они стали добавлять в десерт и сыр. Но как бы то ни было, этот десерт стал популярным и любимым во всем мире. Какой нежный! Попробуй, нямняшка! Просто тает во рту! Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни! До свидания! Счастливо, Майя! Пока, нямняшка! В следующий раз я постараюсь быть первым в гонке! Ну что, Соня, устроим нашу гонку? Да! Ха-ха-ха! Бип-бип! Ням-ням! 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 Ням-ням-ням! 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 У-у! Соняка! Осторожно! Чай горячий! Спасибо, мамочка Я пойду играть Ох, Маюшка, ну и торопышка же ты у меня А ведь настоящая чайная церемония Не терпит суеты и спешки Что еще за чайная церемония? Папа тебе вечером расскажет Однажды он был в Японии на настоящей чайной церемонии Еще хочу Ура! Вот скоро папа с работы придет Все мне расскажет Я вам тоже проведу чайную церемонию Эх, папа еще долго ждать Ням-няшка, нам пора к хозяину волшебной кухни Он все-все знает Приветствую вас, мои юные кулинарные друзья Здравствуй, хозяин волшебной кухни Скажи, а ты когда-нибудь был на чайной церемонии? Разрази меня, Кулебяка, конечно Наш чайник большой профессионал в этом деле Здравствуй, Майя Приятно познакомиться Он может и для вас чайную церемонию провести Давайте начинать Не терпится уже Не спеши, Майя Чайная церемония не терпит суеты Раз, два, три Для чайной церемонии очень важна неторопливость Как говорится в старинном японском стихотворении Хоку пьет свой утренний чай Настоятель в спокойствии важном Хризантема в саду Какие прекрасные стихи О, а это что такое? Это вагасси Традиционные японские сладости Их делают из бобов, риса и фруктов Можешь попробовать Ммм, как вкусно! Хорошо, никуда не спешим и наслаждаемся красотой Но ведь чай же мы тоже будем пить? Будем, будем Любимый чай японцев Особый порошковый зеленый Маття Его разводят горячей водой прямо в чашке И размешивают специальным бамбуковым венчиком Тясэр Для японцев этот обычай так важен Что для церемонии даже строят специальные чайные домики Где гости не только пьют чай Но и наслаждаются покоем и красотой Все-таки это здорово никуда не спешить Но нам с Нямняшкой пора домой Облетела сакура ветка Ветер вечерний завыл Прощаться пора Ой, это тоже древние стихи? Да нет Это один мой знакомый чайник написал Пока, Майя Пока, Нямняшка Солнце за озеро село А мы еще не в кроватях Пьем чай Что это за стихи, Майюшка? Это японская поэзия, мам Папа тебе про нее расскажет Когда с работы вернется Оп, 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 оп Сонь, смотри как я могу Можно я тоже? Оп, оп, оп И оп, и оп Что у вас тут за праздник? Мамочка, я научилась жонглировать, смотри. Оп, оп. Умница, какая ты у меня ловкая. Ну, играйте. Оп, 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 оп. Кому бы ещё показать мой супер-трук? Ага. Ну что, нямняшка, на гастроли? Здравствуй, хозяин волшебной кухни. Здравствуй, Майя. Смотри, как я умею. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Оп, оп, оп. Разрази меня честно. Да ты настоящая цирковая артистка, Майя. Кстати, хочешь научу ещё одному трюку? Конечно, хочу. Давай испечём блины. И я покажу тебе, как их переворачивать в воздухе. Класс. Будет, что маме и Соне показать. Тесто для блинов приготовить совсем не сложно. Сначала нужно смешать яйца с молоком, сахаром и солью. Понемногу насыпай туда муку. Не забывай перемешивать тесто, чтобы не было комочков. Сейчас я раскрою тебе маленький секрет волшебной кухни. Чтобы блины лучше переворачивались, надо добавить в тесто немного растительного масла. А теперь нальём тесто на сковородку. Но будь осторожна, она горячая и масло может брызгаться. Сначала проверяем лопаточкой, отлипает ли блин от сковородки. А теперь на арене заслуженный укротитель блинов. Хо-хо! Хоп! Это я! Ух ты! Вот это да! Надеюсь, и у меня получится. Ха-ха-ха! Теперь ты, Майя! Только будь осторожна, сковорода горячая. Ну вот, ничего не вышло. Не надо сдаваться, Майя. Первый блин всегда комом. Попробуй ещё. Оп! Ура! Получилось! Поздравляю, Майя! На нашей кухне появился новый дрессировщик блинов. Блины – это популярное русское блюдо. В старину блины считались символом солнца, поэтому ими угощали во время народного праздника прихода весны масленицы. В Англии тоже любят блины, и не только есть. Там даже устраивают настоящие блинные бега. Английские домохозяйки должны пробежать небольшую дистанцию, держа в руках сковородку с блином, который нужно не забывать ещё время от времени подбрасывать в воздух. Но детям повторять такие фокусы запрещено. Ням-няшка, смотри, как у меня получается. О-хо-хо! Ученица превзошла своего учителя. Главное, помни, Майя, что переворачивать блины на настоящей кухне можно только взрослым. Конечно! Эх, раньше я любила только есть блины, а теперь ещё и готовить. Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни! До свидания! До свидания! А теперь премьера нового номера «Блины под куполом цирка!» И позвольте представить мою коллегу, бесстрашную дрессировщицу Соню! И сюда! Какие вы молодцы, девочки! Обязательно повторите ваше шоу для нас с папой, когда он вернётся с работы. Конечно, мамочка! Что вы сделали? Йо-хо! Йо-хо-хо! Ну, где мы ещё не искали? Раз, два, три! Да, морской пёс, целый день с тобой ищем клад. А нашли только обломанный карандаш и фантик от конфет. Да! Вот что, друг пират, ты пока продолжай поиски, а я, кажется, знаю место, где может быть золото. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Йо-хо-хо! Хозяин волшебной кухни! Здравствуй, Майя! Я пират Майя, золотая жемчужина, а это коротышка Ням. Мы ищем клад. У вас на кухне есть золото? Конечно, есть! Йо-хо-хо! Съедобное кондитерское золото. Мы украшаем им торты и пирожные. Это не то, что мы искали. Ну, конечно! Разрази меня, чеснок, это лучше! Давай приготовим золотой торт, Майя! Как-то это не по-пиратски. Хотя... Вперед! На встречу кулинарным сокровищам! Ого! Тысяча разбитых тарелок! Свистать всех наверх! Йо-хо-хо! Для начала приготовим бисквит. Смешаем тертую морковь с растительным маслом, сахаром, яйцами и мукой. Миксер! Час в духовке, и бисквит для нашего золотого торта готов! Люди во все времена искали золото. Кладоискатели охотились за закопанными пиратскими сокровищами. А у химики искали философский камень, который мог превратить любой металл в золото. Золотопромышленники перемывали речной песок в надежде найти золотые песчинки. А современным кондитерам живется куда проще. С помощью специального пищевого золота они могут превратить любой десерт в настоящее сокровище. Золото пиратов! По коню очень похоже на золото. Какой ты нетерпеливый пират, золотая жемчужина. Давай покроем наш бисквит мастикой. Смесью сахара, воды и кукурузного сиропа. Миксер! И самое интересное – золото. Пищевое. Пищевое. Так. Опутного ветра! А-а-а-а! Вот. Чтобы нанести золото на наш торт, нужно смочить мастику водой. Вот это сокровище! Интересно, что ты скажешь, когда его попробуешь. Не знали пираты о таком золоте. Спасибо тебе, хозяин кухни. До свидания, золотая жемчужина! Всегда ждем тебя в гости! Ух ты! Антиропа! Ня-я-я! О! Ням-ням! Конечно, ням-ням! Это же настоящий пиратский золотой торт! Ух ты! А сейчас давай поищем клад на кухне! Ха-ха-ха! Теперь я знаю! Что там могут быть самые настоящие сокровища! Да! Хе-хе... Так, здесь будет ваза, а здесь цветы. Хе-хе-хе! Немного синего. Ой, Соня! Что-то мне вдруг совсем расхотелось рисовать. Может быть, на волшебной кухне для меня найдется что-нибудь интересное? Девушки отдыхают. Погоди-ка, а это что у тебя? Это краски. Я случайно испачкалась, когда рисовала. О, здорово! И что же ты рисовала? Покажешь? Дело в том, что я не закончила. Начала, но потом капли испортила рисунок. Ты бросила начатое из-за одной капли? Но рисунок испорчен. Одна маленькая ошибка, и ты уже сдалась. А ведь ошибки для нас очень полезны. Но ошибки же все портят. Иногда они могут привести к очень неожиданному результату. Ну, например, всеми любимая шоколадная паста была придумана именно так. Итальянский кондитер Пьетро Ферреро накануне большого праздника приготовил много шоколадных пирожных с орехами и оставил их на кухне. Утром Пьетро обнаружил, что нежные пирожные растаяли от жаркого солнца. Остался только хлеб, который был испечен к празднику. Тогда кондитеру пришла идея намазать мягкую шоколадную массу на хлеб. Получилось очень вкусно. Всем гостям угощение понравилось. Пьетро не сдался. И в итоге нашел выход. Молодец, Пьетро. Может, и у меня получится все исправить? Ну, конечно. Давай и мы повторим ошибку. Ой, то есть рецепт Пьетро. А как же готовить шоколадную пасту? Очень просто. Нам потребуется водяная баня. Баня? Но мы же не грязные. Хотя... Нам и не придется в ней мыться. Водяная баня очень бережно нагревает продукты. Нам потребуются две кастрюли разного размера. В кастрюлю большего размера нальем горячей воды. А сверху поставим кастрюлю поменьше. Теперь растопим несколько конфет. Конфеты я еще не варила. Бросай аккуратно конфеты в кастрюлю. Раз, два, три, четыре. О-хо-хо! Молодец, Майя! Так, теперь я. Ух ты! Вот здорово! О-о-о! Осторожно, горячо! Температура высокая. Прикасаться к кастрюлям ни в коем случае нельзя. Можно обжечься. Теперь шоколадная масса должна остыть. Вентилятор, помоги нам, пожалуйста. Спасибо за помощь. А что дальше делать? А теперь пора намазать булочку нашей вкуснейшей шоколадной пастой. И вуаля! Хо-хо-хо-хо! И правда, красиво получилось. А как вкусно! Десерт удался. Спасибо тебе, хозяин волшебной кухни. Теперь я знаю, что ошибок не стоит бояться. Удачи тебе, Майя! Ого! Похоже на фейерверк. Фоня, Фоня! Чудесно! Ты просто умница. Спасибо! Попробуем добавить дождик. Хм, отлично получилось. А у меня что-то есть для настоящих художников. Мама! Булочки с шоколадной пастой очень вкусные. Как вкусно! Угощайтесь, мои юные художницы. М-м-м-м! Выглядит аппетитно! А? Кыш! 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 Ну же, уйди! Уйди, пчелка! А-а-а-а! Пчелка, это мой бутерброд! Ам-ам-ам! А бутербродов больше нет. А-а-а! Ой-ой-ой! Да где же от тебя спрятаться? Ням-няшка, скорее! Надеюсь, на волшебной кухне пчелка нас не найдет. Фух! Никаких пчел! Здравствуй, хозяин волшебной кухни! Здравствуй, Майя! Привет, Ням-няшка! И чем это тебе пчелы не угодили? Они такие друженицы! Делают такой вкусный и полезный мед! Да, я люблю мед, но вот и пчелы... Хм, Майя, раз уж мед тебе так по вкусу, давай отправимся на волшебную пасеку и узнаем, как его делают. Хозяин волшебной кухни! Какой приятный сюрприз! Здравствуй, Ули! А я к тебе с гостями. Знакомься, это Майя... Привет! ...и Ням-няшка. Они любят мед, а вот пчел как-то не очень. И очень зря. Пчелы – полезные насекомые. Хотя держаться с ними и правда надо осторожно. Если нарушить их покой, им это может не понравиться. И они могут уж жалить. Ой-ой, осторожнее! Что я говорил? С пчелами надо быть осторожным. Необходимо использовать специальную защиту. Такую же, как и у нас. Пчелы живут большими дружными семьями. Чтобы всех накормить, они делают очень много меда. Хватает всем. Пчелки не против, если излишки меда мы забираем себе. Весной насекомым приходится много трудиться. Пчелы ищут цветы, собирают цветочный нектар и несут его в ульи. Там они его перерабатывают и превращают в мед. Вкус и запах меда зависит от цветов, с которых был собран нектар. Я вот очень люблю липовый, каштановый и луговой мед. Угощайся, Майя! Этот мед пчелы сделали из цветов, которые растут на нашем волшебном лугу. Ммм, какой душистый! И наверняка очень вкусный. Майя, давай испечем оладушки и съедим их с этим медом. Здорово! Я за! До свидания, Улей! Большое спасибо за мед! До свидания, друзья! Всегда рады видеть вас на нашей волшебной пасеке! Начнем готовить оладьи! Миксер, взбей, пожалуйста, яйца с сахаром и солью. Теперь я добавляю кефир. А я просею в тесто муку. Осталось размешать, и наше тесто готово. Можно печь оладушки. Только будь осторожна, Майя, сковорода горячая. Ммм, как вкусно! И очень полезно! Да, я помню. Когда я простудилась, мама давала мне теплое молоко с медом. И я быстро поправилась. Да, мед содержит множество целебных веществ. Но есть его нужно понемногу, чтобы не возникла аллергия. А маленьким детям, как твоя сестричка Соня, мед и вовсе давать не следует. Буду знать. Спасибо за чудесное путешествие! До свидания, Майя! Пока, нямняшка! Хмм, старая знакомая. А я тебя, пчёлка, больше не боюсь. Теперь я знаю, какую пользу ты приносишь. Думаю, тебе пора домой. Пока, пчёлка! Сбудется, не сбудется. Сбудется, не сбудется. Ну вот. С таким цветочком я себе столько всего нагадаю. Маюша, ну не надо срывать подсолнух. Ну, посмотри, какой он красивый. Скоро он созреет и порадует нас своими семечками. А они такие вкусные. Съедобные цветы? Вот это да! А как сделать так, чтобы подсолнух поскорее созрел? Нужно хорошо ухаживать за нашими цветами. Поливать, пропалывать. И тогда... Ну, это так долго и так скучно. Не так уж и долго, Маюша. Как думаешь, нямняшка? А на волшебной кухне растут съедобные цветы. Вот там, правее ещё полей, пожалуйста. Здравствуй, хозяин волшебной кухни. О, сколько у вас здесь подсолнухов. Здравствуй, Мая. Привет, нямняшка. Да, подсолнух – это очень полезное растение. Из его семечек можно столько всего приготовить. Ох! Я бы очень хотела. А наша Леечка так хорошо заботилась о подсолнухах, что они уже созрели. Без хорошего труда нет плода. Можно собирать урожай, Мая. Молодцы! Предлагаю приготовить чудесное восточное лакомство – халву. Бунцы! Для начала поджарим наши очищенные семечки на сковородке. Блендер, нужна твоя помощь. Теперь семечки нужно перемолоть. Пришло время обжарить муку. Жареная мука – это что-то новенькое. Совсем немного, чтобы она слегка потемнела. Теперь смешаем перемолотые семечки с мукой. И приготовим сироп из сахара, воды и подсолнечного масла. Ну, вот и все. Соединим сироп с семечками и поставим нашу халву остывать в холодильник. Халва – не единственная сладость, которую можно приготовить из семян подсолнечника. Из них делают казинаки. Также семечки добавляют в кондитерские изделия, салаты и в выпечку. Но самое главное – из семян подсолнечника выжимают масло, которое не только употребляют в пищу, а еще используют как лечебное средство от разных недугов. Из стебелей подсолнечника делают бумагу, производят топливо, мыло, резину, краски. Садоводы любят выращивать этот солнечный цветок. Подсолнухами украшают сады, парки, клумбы, оранжереи. Вот такое полезное растение. Никогда бы не подумала, что цветы могут быть такими вкусными. Только не сами цветы, а их семечки. Да, халваев прям получилось отменной. Очень вкусно. Вы еще не пробовали моего варенья из розовых лепестков? Обязательно попробуем. Ну, в следующий раз. Нам с Нямняшкой уже пора домой. До свидания, хозяин волшебной кухни. До свидания, Майя. Пока, Нямняшка. Мама! А где у нас тут лейка? Тебе нужна лейка? Держи. А чапка? Что ты задумала, Майюшка? Теперь я буду за подсолнухами ухаживать. Это непростое занятие, Майюшка. Знаю, мамочка. Без хорошего труда нет плода. Полностью с тобой согласна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...